Судя по всему, жители Республики Башкортостан нащупали способ выражения своего недовольства той ситуации, которую за четыре года сформировал в регионе ради Хабиров и его Ватага, и этот способ народные сходы. Уподобляясь древней новгородской демократии, жители заявляют свое желание совместно обсудить и публично обсудить и осудить то, что наделал Хабиров и его дружки в республике, и пока это, конечно, выражается в недовольстве конкретных населенных пунктов, конкретных сел и деревень. За последние месяцы народные сходы прошли в селе Ишмурзино, где, кстати говоря, под горячую руку жители отправили в отставку действующего председателя местного сельсовета в селе Тимясово, вот этот знаменитый сход аж на 7 тысяч человек, где освистали, обматерили и выгнали, в общем-то, с мероприятия целого вице-премьера Абдрахманова, который пучил там живот и махал руками. Сейчас идет подготовка к нескольким народным сходам тоже во многих зауральских поселениях, селах и деревнях. Такая активность, ну, не могла не напугать до младенческого поноса башкирские власти. Администрация Баймакского района, это, наверное, по указке свыше, врубила свой такой административный ресурс, оказала административное давление. Директора государственных учреждений, руководители государственных учреждений под угрозой увольнения запретили жителям села Тимясово и других населенных пунктов участвовать в сходе, приходить вообще на сход запретили, под угрозой увольнения. Тем самым нарушили законы Российской Федерации, нарушили конституционные права жителей. Информация уже вышла на федеральный уровень и даже попала в международные иностранные СМИ, что ужасно беспокоит Хабирова и его команду, потому что, ну, например, в Кремле уже начали морщиться. Это что такое вообще происходит у вашей там замечательной, спокойной, покорной башкирии, которая всегда была впереди планеты всей по, как бы, лояльности к властям? Ну, естественно, хабировская команда спешно мобилизует всех своих провластных блогеров и различных лохматых публицистов, ну, на то, чтобы дискредитировать это движение, чтобы выдать его за происки вообще Запада, и эти разговоры тоже начались, что, дескать, там это вот укронацисты, оказывается, финансируют вот эти все вещи. Ужасно, конечно. Но подключают правоохранителей, которые, ну, нехотя, но пытаются сформулировать обвинения в отношении некоторых активистов, в частности, вот в селе Тимясово, вот этого инвалида-колясочника, сейчас пытаются привлечь к ответственности за то, что он вот этот вот законный народный сход провел, по мнению, там, властей, в виде незаконного митинга. Ну, это, конечно, предсказуемо, это должно было произойти, и это произойдет. То есть я желаю стойкости и последовательности тем, кто занимается этим в своих родных деревнях и селах. Но, пожалуй, что уже поздно властям Башкирии предпринимать вот эти все вещи, потому что народ Башкирии добрый, покладистый, спокойный, но, как говорится, медленно запрягает, но быстро едет. И народ медленно, но окончательно вынес свой приговор Хабирову и его команде. Приговор этот, на самом деле, пугающий, непригоден, не нужен, опасен и вреден. Вреден для жителей Башкирии. Вот такой вот приговор вынесен простыми, обыкновенными жителями сел и деревень, в частности, в Заурале. И все чаще звучит обидное башкирское слово «манкурт» рядом с фамилией, именем Радия Хабирова. Это уже не поправить. Это уже оседает в сознании людей. Сколько не убеждай, не обещай, не очерняй все. Вот это вот уже бесполезно. «Манкурт» – это приговор. Потому что кроме золота здесь есть народ, который сам золото.